Всем привет! Вы на канале Технолинк, и в этом видео мы рассмотрим 5 лучших ноутбуков до 50 тысяч рублей. Скажу заранее, что для вашего удобства я закреплю ссылки с актуальными ценами на все магазины в описании. Рекомендую вам поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропускать еще больше нового контента. И про колокольчик не стоит забывать, так вы сможете узнавать о выходе новых видео одним из первых. Небольшая пауза и мы начинаем. Корпус Dell Inspiron 5770 полностью матовый. Его приятно удерживать в руках, да и отпечатки на нем не так активно остаются, как на глянцевом покрытии. По размерам это типичный 17-дюймовый ноутбук. Весит он 2,79 кг, что немало, но не критично для поездок. Кстати, собран хорошо. В процессе эксплуатации не ощущается люфт. Зрительно незаметны зазоры. В девайсе предусмотрен качественный IPS-экран с разрешением 1600х900 пикселей и антибликовым покрытием. Дисплей хорошо передает цвета. Его яркости и контрастности целиком хватает для использования не только в помещении, а и для развлечений, а также офисных программ и просмотра веб-страниц в браузере. Тем более, что диагональ 7,3 дюйма. Оптимально для комфортного использования сразу двух раскрытых окон приложений. Ноутбук оснащается двумя стереодинамиками, которые расположены на скосе переднего торца. Звучание чистое, четкое. Громкости достаточно. Даже с учетом того, что из-за места положения ее часть теряется. Веб-камера лэптопа подходит для видеозвонков, несмотря на низкое разрешение в 1 мегапиксель. Недостаточно четкое изображение не станет существенной помехой для связи с друзьями или близкими. В конфигурации предусмотрен процессор восьмой генерации Intel Core i5-8250U. Каждая из четырех его ядер работает с 6,1,6 ГГц. Причем в турбо-режиме показатель возрастает до 3,4 ГГц. В графической подсистеме предусмотрена дискретная видеокарта AMD Radeon 530. 4 ГБ собственной памяти стандарта DDR3. Если говорить об играх, на высокую производительность рассчитывать не стоит. Среди них Team Fortress 2 на Full HD и высоких настройках около 40 фпс. Overwatch или Rainbow Sixth Edge на средних слистой от 40 до 45 кадров в секунду. В корпусе стоит батарея емкостью 42 Вт-час. С ней автономность составляет около 3-4 часов в смешанном режиме. Веб-серфинг, просмотр видео, работа с документами. Аккумулятор заряжается 65-ваттным блоком питания. Lenovo IdeaPad 110 ноутбук начального уровня. Совместивший в себе конфигурацию с 17.3-дюймовым экраном с разрешением 1600 на 900 пикселей. Экран оборудован LED-подсветкой, что делает просмотр видео и работу более комфортной. Модель выполнена с упором на баланс цены и характеристик и ориентируется на пользователе, которым нужно простое и недорогое решение для офисной работы. Внешне практически ничем не выделяется и оснащается достаточно удобной клавиатурой. Также здесь имеется 4 гигабайта ОЗУ и жесткий диск на 500 гигабайт. А весит данное устройство 2,79 килограмм. В качестве центрального процессора используется решение Intel, а именно Intel Core i5-7200U. За видеопроцессор отвечает Intel HD Graphics 620. Даже несмотря на это, его достаточно для беспроблемной и комфортной работы не только с офисными программами, но и некоторыми играми. Здесь присутствует встроенная веб-камера на 0,3 мегапикселя для съемки видео, общения, а также для участия в веб-конференциях. Имеется два встроенных динамика с достаточно качественным звуком. Он достаточно четкий и чистый, а громкости вполне хватает для просмотра фильмов или прослушивания музыки. Встроенный модуль Wi-Fi позволит подключаться к интернету в кафе, аэропорту или же где вашей душе угодно. Lenovo IdeaPad 110 недорогой и сбалансированный инструмент для тех, кому нужна рабочая лошадка на каждый день. Инновационный дизайн ноутбука HP Pavilion 15X360, который сочетает в себе уникальные узоры, цвета и варианты отделки, который поворачивается на 360 градусов. Позволяет быстро и легко открывать ноутбук в нужное положение для работы, ввода текста, просмотра или игр. Устройство имеет расширенный экран с зауженными рамками. Их практически не видно, и это производит впечатление. Здесь присутствует широкоформатный дисплей на 15,6 дюйма со светодиодной подсветкой. А благодаря двум динамикам звучание становится более насыщенное и реалистичное. Технология HP Audio Boost и аудиосистема в этом их дополняет. В качестве процессора используется двухъядерное решение Kaby Lake, а именно Intel Core i3-7100U с частотой 2,4 Гц. Что касается видеокарты, то она встроенная. Это Intel HD Graphics 620. Ну куда же без оперативной памяти. Здесь она выполнена в виде DDR3L на 8 ГБ. Также здесь присутствует веб-камера и встроенный микрофон. Благодаря широкому углу обзора до 88 градусов, вы можете устраивать видеоразговоры со всей семьёй или друзьями. Вы всегда сможете оставаться на связи благодаря модулям с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth. Здесь установлен аккумулятор на 48 Вт-час. Примерное время автономной работы около 9 часов. А заряжается он всего за 2. Глядя на Xiaomi Notebook Lite, первым делом в глаза бросается элегантный, утончённый дизайн и тонкость его исполнения. Об этом можно судить по закругленным углам, которые уже не в новинку, но при этом выглядят достаточно солидно. Толщина корпуса составляет всего лишь 19 мм, а вес 2,18 кг. С учётом диагонали в 15,6 дюймов, данный гаджет является очень лёгким и компактным. Также присутствует несколько вариантов цвета, а именно чёрный и белый. Корпус оснащён металлическим покрытием, выполненным из алюминия. Такое покрытие может защитить поверхность от случайных царапин и вмятин, вызванных лёгкими ушибами. Открыв девайс, сразу видно 15,6 дюймовый Full HD экран с разрешением 1920 на 1080 пикселей. К преимуществам данного типа экрана стоит отнести хорошую фокусировку, отличную яркость и чёткость изображения. Также экран оснащённый PS матрицей, что позволяет увеличить угол обзора без потерь цвета, блеклости или искажений до 178 градусов и обеспечивает отличную цветопередачу. Для предотвращения повреждений на дисплее установлено защитное стекло Edge to Edge. Оно полностью повторяет форму экрана, но при этом никак не влияет на цвет и качество монитора. Оно с лёгкостью защитит дисплей ноутбука от царапин и прочих повреждений подобного характера. Также данный стеклянный протектор обладает антибликовым и олеофобным покрытием. Динамика у аппарата расположена снизу. Качество само собой получается более хорошее, однако насладиться музыкой удастся едва ли. Всё-таки лучше использовать наушники. Нет, динамики не хрипят, имеют достаточную громкость, но всё-таки не могут передать всю детализацию необходимых вам частот. В конфигурации предусмотрен четырёхъядерный процессор Intel Core i5-8250U. Хватит с головой для работы в офисных приложениях, любая программа откроется моментально. Также комфортными можно назвать условия работы при многозадачности. 4 гигабайта оперативной памяти – это то, что нужно. С играми ситуация несколько сложнее. Видеокарта Nvidia GeForce MX110 тяжело справляется с ресурсоёмкими продуктами гейминга. Так что любители поиграть в тяжёлые игры должны присмотреть себе ноутбук, который идёт в следующем в топе. А вот свободного места на жёстком диске уж точно хватит всем. 1 терабайт памяти на жёстком диске и 128 гигабайт на SSD. Также в устройстве присутствует и беспроводная связь, а именно Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 5 ГГц. За воспроизведение звука отвечает встроенные колонки на 3 Вт. В принципе, такую мощность динамика можно отнести к достоинствам, ведь она сравнима по мощности с хорошей портативной колонкой. Пара динамиков с поддержкой технологии Dolby Audio, что в свою очередь делает звук не только качественнее, но и объёмнее. С таким качеством звука, просмотр фильмов, сериалов или видео, а также прослушивание музыки определённо придётся вам по душе. В устройстве установлен аккумулятор на 40 Вт в час. Такая батарейка в состоянии выдержать около 8 часов беспрерывной работы. И всё-таки, кажется, остановившись на сёме Mi Notebook Lite, вы точно не разочаруетесь. При необходимости на нём можно попробовать поиграть, хоть и с большим трудом. Как ни крути, за такую стоимость пользователь получит очень стильный ноутбук с неплохим экраном и неограниченным пространством на винчестере. Как для игрового ноутбука, у ASUS TUF Gaming ещё достаточно спокойный внешний вид. Хотя геймерская специализация, конечно, угадывается с первого взгляда. Угловатый корпус, агрессивные акценты на углах дисплейного блока, верес в нижней части и зеркальный логотип в центре. Даже с учётом увесистого блока питания, его вполне можно брать с собой на учёбу, работу или поездки, используя обычный рюкзак. Максимальный угол раскрытия составляет 135 градусов, чего будет достаточно для подавляющего большинства случаев. Но самое интересное то, что дисплей обладает частотой обновления 144 Гц. В более доступных версиях и тот, который у меня на обзоре, стандартный в 60 Гц. Экран матовый, так что паразитных бликов и отражений в нём нет. Кристаллический эффект при этом практически отсутствует. Перед нами 15,6-дюймовый лаптоп с Full HD IPS панелью, процессором Intel Core i5-8300H и видеокарта GTX 1050 на 4 ГБ. Оперативной памяти установлена 8 ГБ DDR4 с 6.2 400. Есть возможность нарастить её вплоть до 32 ГБ. Также устройство наделено накопителем HDD на 1 ТБ и SSD на 256 ГБ. Эта система хорошо себя показывает в играх. В Full HD разрешении в большинстве случаев можно получить пристойный FPS, за исключением только тяжеловесы, вроде Assassin's Creed Odyssey. При этом в проектах, вышедших пару лет назад, вполне реально увидеть 60 FPS даже на максимальных настройках графики. Уровень шума в состоянии покоя минимальный. Типичной в офисной обстановке услышать работу системы охлаждения можно, но лишь вплотную, приблизив ухо к корпусу. В тихой квартире, конечно, она будет различима явно лучше, но всё равно шум будет находиться в зоне комфорта. Во время игры уровень шума значительно возрастает. На расстоянии полуметра от экрана он составляет 48,5 ДБ. Емкость батареи составляет 50 Вт в час. И как для геймерской модели, автономность оказывается достаточно неплохой. При максимальной яркости экрана ноутбук продержался 4,5 часа, что позволяет рассчитывать на 5-6 часов реальной эксплуатации. Если играть, то этот показатель снизится до 1,5 часа использования. Основная идея заключается в том, чтобы сделать доступную пацане игровую модель. Поэтому на недостатки этого ноутбука нужно смотреть сквозь призму его стоимости. Для сегмента игровых устройств, хоть и среднего уровня, это совсем немного. Asus Tov Gaming – игровой ноутбук среднего уровня, с достойной производительностью в играх, с держанным дизайном, в котором, тем не менее, она чётко прослеживается геймерская направленность, и с хорошим IPS-экраном, поддерживающим частоту обновления в 144 Гц. Это если вы готовы приплатить чуть больше. Немного удивляет небольшой объём оперативной памяти, но, к счастью, её достаточно легко нарастить самостоятельно. Не стоит забывать, что актуальные цены на все магазины я собрал для вас в описании под этим видео. А это был обзор на лучшие ноутбуки до 50 тысяч рублей. Если вы являетесь обладателем какого-либо ноута и списка, то можете подлиться своим мнением в комментариях. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. До встречи в новом обзоре!